С отопительным сезоном справились без происшествий. Почти. Глава Самары Олег Фурсов отчитался на координационном совещании в Белом доме. Осенью 2016-го отопление в городе было включено раньше обычного, да и с отключением тепла в домах самарцев не торопились. Причиной тому были погодные условия. Несмотря на то, что зима оказалась необычайно длинной, тепловые сети выдержали испытания достойно. Была лишь одна непростая аварийная ситуация, и ее незамедлительно решили. Был выявлен случай сокрытия аварии, это по улице Середовская, 17, о чем уже говорили представители прокуратуры, когда управляющая компания, ее также называли в течение нескольких дней, не информировала город, городские власти о невозможности самостоятельного устранения последствий более крупной аварии. Поэтому факт, что были наказаны должностные лица внутри городского промышленного района и управляющие компании, управляющие компании на настоящий момент на территории города не работают. С ней приключены все отношения. Ситуация в области не самая благоприятная. Во многих городах и районах не были получены паспорта готовности к отопительному сезону. Чтобы избежать повторения ошибок в дальнейшем, необходимо усилить контроль за сферой ЖКХ и расходовать средства с головой, заявил Сергей Чабан. 57% тепловых сетей расположены на территории Самары оценены как ненадежные и нуждающиеся в перекладке. Около 70% тепловых сетей, переданных ООО ПТС на безвозмездной основе в настоящее время, имеют истекший расчетный срок службы. В среднем в год в Самаре перекладывается не более 2-3% тепловых сетей. При этом в тариф заложены расходы на их содержание и инновацию. Изношенные тепловые сети – настоящая головная боль администрации, поэтому было принято столь нужное для Самары решение. Городу выделены деньги из областного бюджета на перекладку тепловых сетей. Летом этого года планируют заменить и отремонтировать почти 44 километра труб. Стоимость этих работ составит 5 миллиардов рублей. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.